Приветствую вас, Лера, вы задавали вопрос, я посмотрел, я на него отвечал, вы выбрали мой ответ лучшим на свой вопрос предыдущий, за что вам большое спасибо, но я не совсем понимаю, зачем вы задаете по факту тот же самый вопрос еще раз, для чего. То есть, понимаете, вам нужна психотерапия, вам нужна психотерапия именно в контексте уверенности в себе, в контексте самооценки, в контексте работы со страхами, которые у вас есть, и в контексте принятия личной ответственности, потому что на данный момент никакой личной ответственности у вас нет. И эти проблемы решаются именно психотерапией, не вопросами в общем разделе и ответами на них. Итак, мне 25 лет, замужем уже 5 лет, давайте сразу, что вас объединяет с мужем, что у вас общего, почему вы вместе. Нет счастья в отношениях. Счастья в отношениях и не бывает, Лера, ибо счастье, за свое счастье ответственный на каждый человек сам. Если вы не счастливы, это вопрос к вам, почему не счастливы вы? Человек не может быть счастлив в отношениях или не в отношениях, человек может быть просто либо счастлив, либо нет, это не зависит от отношений. У вас же здесь получается, как бы, что вы это творяете в отношениях, что пытаетесь из них что-то взять для себя. Постоянные упреки и унижения. От кого? То есть, здесь так вот пишите, да, что постоянные упреки и унижения от кого? С вашей стороны, с стороны мужа, непонятно. Когда все началось и с чего это началось? Опять же, нужно сделать анализ ваших отношений с мужем, чтобы понять контекст того, что происходит. Очень может быть, что унижение и упреки вследствие каких-то конфликтов ваших и вследствие вашего поведения и поведения мужа, конечно. Так, упреки и унижения, вопреки и деньгами. Вас это задевает? Если да, то как? Надо вот разобраться с этим. Ведет себя, как ребенок. Что это значит? Если он ведет себя, как ребенок, значит, он ведет себя, как родитель, получается. Ну, надо тогда ответить себя, как родитель и все. Если что-то для меня сделает, потом входит и добивает меня этим 40. Что значит добивает? Вот, раскрутите, пожалуйста, отношение слова «добивает». То есть, добивает это означает, что вы и так чувствуете себя виноваты, а он вас еще больше обвиняет, получается. И вы совсем оказываетесь придавлены чувством вины. Так? Или как? Вот. Из-за чего ссоры возникают? Какое вы участие в ссорах принимаете? Какой вы вклад вносите в ссоры? Уйти не могу. Почему? Пыталась не хватает мне решительности. Эээ... Так. Это страх, неверный субъект, я уже говорил. Непонимание стороны родителей. А оно должно быть? Вера, почему вы считаете, что родители должны вас понимать? Вы взрослый человек, причем с родителем. Либо вы очень сильно довести от их мнения, тогда нужно прорабатывать детско-родительские отношения, чтобы вы были от них свободны. Их нелепые фразы про компромиссы. Почему нелепые? Эээ... В этом я делаю истину. Включаясь сейчас в мужчину на стороне. Чувствую новые эмоции, ощущения, желания, но так долго длиться не может. Что делать? Что делать? Чтобы что? Какая цель? Надо сказать, что мужчина на стороне, обратно, выступает, как такой реактивный выбор. Эээ... 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 Будете, например, отмышать, не факт, что ваш любовник станет тем самым мужчиной. Эээ... Рассказать уйти, семья не поймет. Эээ... Она не должна понимать. Почему вы считаете, что семья должна понять? Хотел бы расобрать вещи уехать, но как-то не по-человечески. А упрекать вас деньгами, унижать, вести себя как ребенок и добивать, как вы говорите, вас в сорок тем, что для вас что-то делает человек. Это по-человечески? Ну как так вы оправдываете, опять же, свой страх. И то, что вы не оправдываете на себя. Эээ... Лера. Если у вас еще есть, не принятие себя. Вот. На этом все. Эээ... Я надеюсь, что помог вам. Если... Понравился мой ответ, буду благодарен. за его оценку в качестве лучшего. Обязательно подумайте над теми вопросами, которые я забыл. Вот. И на личной консультации. Не обязательно со мной. Вы можете именно с этого начать. Эээ... Удачи вам. Всего самого доброго. Я не помню, вопросы у вас нет. А если ответ понравился, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Надеюсь, что ситуация разрешится. Продолжение следует...